Привет, друзья! Ну, конечно, я рад, что мне пишут такие отзывы, такие в личку, и везде пишут такое, что очень довольны вебинаром, очень такой хороший вебинар у нас прошёл. Ну, этот вебинар я делал специально, потому что очень много мне писали о том, что давайте мы сделаем для здоровья. Для здоровья. Не только по генератору будущего, не только по науке человечности, а я как раз таки делаю всё это параллельно. Почему все были довольны на вебинаре? Ну, мне даже написали, что такая была атмосфера, ну, это раз. Во-вторых, показали наглядно эти упражнения, синхронизирующие, и как действительно у людей, у которых ничего не получалось, вдруг начало получаться, и прямо они были такие счастливые. Ну, слушайте, самое главное, что написали, мне это как бы зам на душу. Написали, что они поддерживали друг друга, все участники. Так это же наша школа. Конечно, человеческие отношения, поэтому и науку человечности мы развиваем. Поэтому, ну, я доволен очень, потому что поддерживали действительно друг друга. Я вёл вебинар, я видел. А почему он такой хороший получился ещё? Ну, просто потому что в Zoom все вышли. В Zoom вышли, и все друг друга видели, и общались по-человечески, и всё было замечательно, и я смог тогда показать. Поэтому, если опять будет запрос такой сделать по здоровью, пожалуйста, пожалуйста, потому что мне вот и тайный советник сказал, я в следующем ролике кое-что скажу о тайном советнике, который у меня есть, тайный советник. Почётная такая роль, почётная должность, условно говоря. Она дама, она дама. Да, и чтобы не было никаких там ничего такого, да. Она очень рекомендованная мною обществу, потому что знаю больше четверть века. Человек достойнейший, достойнейший, тайный советник. Почему? Потому что не взял ещё разрешение сказать. Я же без разрешения никогда, ни на вебинарах, никогда на роликах не говорю имён. Ну, спрошу, да, с разрешения, и скажу, и покажу, и всё скажу, и всё сделаю. И вот мне тайный советник задаёт вопрос. Слушай, какая у тебя школа хорошая? Ты всё время на школе уникальные методики показываешь, потому что это твоё изобретение. Я говорю, нет, не только моё изобретение. Это изобретение моего сына Лена, это изобретение моей дочки Шейлы. Они с детства занимаются методом ключа, они психологи. Это изобретение уже и участников нашей школы. За то, что я вам, друзья, очень благодарен. И вот книга, которая сейчас выходит в АСТ, уже мы там, обложку там я немножко там... Ну, чтобы она поинтереснее была. Да, обложка. Правильно, чтобы она была. Значит, и там я уже несколько участников, которые свои изобретения сделали, усовершенствовали приёмы, их имена там, всё, и в следующей книге так будет. Поэтому давайте работать дальше. И вот у меня советник задаёт вопрос. Вот ты, говорит, школу ведёшь. Мы, говорит, знаем тебя давно, много лет. Ещё с того времени, когда у тебя Homo Futurus, это ещё было при Советско-Американском фонде культурной инициативы, когда врачи там приезжали со всех городов СНГ, и там по 20 дней проходили практику. И они, я, говорит, наблюдаю, многие из них продолжают этим заниматься. Я тоже счастлив, конечно. Конечно, тем более некоторые из них у меня постоянно поддержку получают. Я им новые материалы даю. Те, которые вот со мной связаны, они обновляют свои контенты. Конечно, я их поддерживаю. А те, которые просто берут и без разрешения берут, без согласования со мной, вставляют наши приёмы, и в медитацию теперь вставили, на их сайтах, и в йогу теперь вставили, на их сайтах, даже не говорят, откуда взяли. Ну, песня стала народной. Но они же не знают совершенных последних вариантов методики. Они как раз-таки для того, как сделать из себя генератор изобретательства и творчества. И у нас же в школе там на стене написано, для сокращения войн и кризисов, для того, чтобы продлить творческое долголетие и озарение по заказу. Чтобы человек сам себе мог вопрос поставить и открыть ответ у себя. Да, но об этом в прошлый раз я говорил. Там у Чисткин Михаев поток, когда человек входит, у него там он как бы с Вечностью общается. И такое, знаете, происходит как искусство из Вечности. Ну, там нету страхов, комплексов, стереотипов, шаблонов, авторитетов. И когда мы включаем у себя, умеем когда включать, это состояние нацелившееся, максимально сосредоточенное на решение вопроса, соединяя тем самым глубокую сосредоточенность, на полной релаксации, вот это соединение напряжения с ослаблением, что просто трудно объяснить словами. И мне тайный советник говорит, ну это просто удивительный вопрос, а что ты сам без денег сидишь? Я говорю, ну как, почему без денег сижу? У меня все есть. Ну, если бы у тебя были деньги, ты бы еще себе аппаратуру подкупил, а то я смотрю, всего четыре компьютера у тебя стоят. Да мне как раз этого досталось. Ну, книги бы издал сам. Ну, короче говоря, я подумал, я сказал, хорошо, я изобрету. Я изобрету, как заработать быстро очень большие деньги. Вы не представляете. Я изобрел. Я изобрел. Да. Ну, это там будет такой клуб для участников, закрытой группы. Десять тысяч долларов вход. Десять тысяч долларов после экзамена. Я буду каждого, который туда будет хотеть входить, потому что там я буду учить, учить именно тому, что я сам практически использую. У меня много изобретений, открытий и вообще. Поэтому у меня контент каждый раз обновляется, новое что-то показываю. Поэтому я вам говорю о том, что, ну, мне тоже часто пишут о том, ну, где посмотреть разгрузку, ну, где это посмотреть. Ну, мне же не этим надо заниматься. Смотрите, пожалуйста, ролики. Они же все бесплатные. Все бесплатные. Вебинар я делаю за одну тысячу рублей, да и уникальный, бесценный контент. Ну, никто так почти не делает, потому что обычно дают не свои изобретения. Обычно где-то кто-то у кого-то учится. А тут я свое даю. И тут вот сейчас я буду учить людей вот в этой закрытой группе, которая будет называться осознанность. Следующая фраза. Как понять? Как понять? Следующая фраза. Ловцы. Жемчугов. Истины. О как. Это будет потрясающе. А почему я такой 20 тысяч долларов? Почему экзамен? Предварительный, прежде чем туда кого-то включить. Пусть хоть он миллион заплатит, но если экзамен не пройдет, я его не приму. Просто потому, что я дам там технологию «Озарение по заказу», люди смогут по своему собственному заказу открытие делать, изобретение делать. Ну, это для больших корпораций, для каких-то конструкторских бюро, которые работают над чем-то, работают над чем-то, сроки поджимают, а им надо сдать отчет, а им надо сделать такой, ну, там, новый самолет, допустим, или там еще какой-нибудь, ну, пылесос новый изобрести такой, который сам плавает, и сам там пылесосит, а мы только за ним наблюдаем. Ну, короче, много чего можно сделать. Поэтому экзамен. А как же бы хотели? А что я буду за эти деньги делать? На эти деньги делать? Школу поднимать? А что же еще делать? Школу поднимать? У нас очень много хороших участников, которые находятся в положении, когда денег нет. Денег нет, жить не на что. Здоровье нужно. Ну, состояние внутренней свободы, чтобы быть счастливым. Открывать таланты свои. Потом на этих талантах, развивая их, становиться уникальным, неповторимым. И через это становиться необходимым. И тогда общество начинает помогать. Но я еще кое-что сделаю. Я же изобрел. Как будет интересно. Послушайте, короче говоря, я потихонечку буду в каждом следующем ролике выдавать часть изобретения. Без денег. Часть. А почему такое, что за вход за 20 тысяч долларов в клуб туда я сделаю закрытую группу? Объявлю потом. Почему я буду бесплатно выдавать часть этого контента? Объясняю. Вот на Ньютона упало яблоко. И Ньютон понял закон гравитации. Почему? Потому что он уже был почти готов. Яблоко только, как говорится, было тут. Так вот, например, вот эту национальную идею генератор будущего. Здесь тоже есть потрясающие вещи. Но если внимательно человек прочитает, а вы возьмите Ридера, наберите Ридера, и там закажите себе. В бумажном виде, если хотите. И вот там человек, если внимательно почитает, он увидит. Он увидит. А кто невнимательно почитает, он не увидит. На всех же яблоко падает, но не каждый же открывает, правильно? Тут кто почти готов. А теперь слушайте. От чего зависит эта подготовленность, когда появляется вопрос? От мира ощущения. От мира ощущения. То есть, когда человек сталкивается с каким-то вопросом, ну, например, где деньги взять? Ответ у него уже есть. Потому что в этот момент возникает напряжение, где деньги взять? Если это значимый вопрос для него. Или, например, как изобретение сделать на такую-то тему? Волна напряжения поднимается, и человек за счет этой волны напряжения, и там же, говорится, надо глубоко сосредоточиться, глубоко сосредоточиться. Да. Оно само сосредотачивает, если вопрос значимый, эмоциональный. Самая мотивация появляется, правильно? Да? Не хватает только одного. Но я потом расскажу. Почему я кусочками буду бесплатно давать? Пожалуйста. Я вам расскажу. Я смотрел американский фильм давно-давно, это 30 лет назад было, как два гонщика. Один полицейский, а другой разбойник. И полицейский никак его догнать не может. Ну, у вагонщики мощнейший. И вот полицейский за ним гонится, и этот гонщик раз над обрывом, и раз, и спокойно приземлелся, и дальше поехал. И этот ему говорит, слушай, как ты это сделал? И он нам рассказал, как вот это сделал. Он говорит, полицейскому рассказал. Он говорит, ты почему мне это рассказал? Он говорит, потому что если ты уже почти готов к этому, ты скоро и сам к этому придешь. А если ты еще к этому не готов, рассказывай тебе, не рассказывай, все равно никогда не сможешь правильно использовать. Поэтому я не боюсь ни шпионов, ни этих хакеров, ни вот этих, ну, никого. Потому что, чтобы понять именно суть, смысл, надо уже иметь достаточно внутреннего мироощущения. А у меня какое мироощущение? Любовь. А если у тебя, например, не любовь к людям, а только ты хочешь деньги зарабатывать, ты не поймешь. Хоть я тебе бесплатно покажу. Вот в чем дело. Ну, интересно, правда? Ну, пишите, может быть, что-то вас затронуло. Да, деньги нужны всем, кто же против? Ну, кто же против? Деньги из эк внешней свободы. Но за деньги любовь не купишь. Любовь открывается ворота. И поэтому, поэтому я буду давать бесплатно, потому что любовь народа мне самая ценная вещь, которая есть обратная связь. Потому что я не хочу, чтобы мне спину пальцем показывали, как многие его там. Я туда ходил, я к тому психотерапевту ходил, я туда к психологу ездил, я столько денег потратил, или он так пишет, я столько денег потратил. Они же все это говорят всем. А мне никто не говорит так. И это есть моя радость, что я искренний человек. Поэтому я даю бесплатно. Ролики просматривайте. Сайт мой стрессу и хасайру смотрите обязательно. Там на видео много материалов. История вопроса. И конечно наука человечности. Потому что мы сообщали, что будет мозговой шторм. Два человека уже поняли. Потому что у них мироощущение такое. Остальных жду. Остальных жду. Еще день-два. Я думаю придут. Молодцы все. До встречи друзья. Завтра смотрите ролик. Будет интереснее.